Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН в студии Андрей Рыжков. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Может спасти жизнь? Сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям использовать световозвращающие элементы. Подарили детям сказку. Участницы конкурса «Жемчужина-2020» посетили Магнитогорский социально-реабилитационный центр. Готовь сани летом, а бассейн зимой. В лагере горные ущелья приступили к реконструкции бассейна. Ожидается, что модернизированный объект станет аналогом термальных ванн. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Сегодня президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. По традиции в конце года на встречу с главой государства собираются журналисты со всей страны, в том числе из Магнитогорска. 15-я по счету пресс-конференция стала рекордной по количеству участников. По данным ТАСС на нее аккредитовались 1895 человек. Встреча с представителями средств массовой информации состоялась в огромном зале Центра международной торговли. Традиция проводить большую пресс-конференцию под занавес уходящего года появилась в 2001 году. Броски и наряды, народные головные уборы, игрушки. Каким только ухищрением не прибегали журналисты, чтобы привлечь внимание главы государства и задать ему вопрос. Многие готовили заранее яркие плакаты. Однако в прошлом году их фантазию решили ограничить форматом А3, чтобы не мешать работе фотографов и операторов. На этот раз в письмах, рассылаемых пресс-службой Кремля, была просьба не использовать формат более одного альбомного листа. Правда, не всех представителей СМИ это остановило. Обычно Владимир Путин общение с журналистами начинался отчет о проделанной работе, а также о социально-экономических показателях в стране. Но в этот раз решено было начать сразу с вопросов. Одним из первых была поднята тема мусорной реформы. В регионах вырастают свалки, куда мусор вывозят из крупных городов. В крупных мировых мегаполисах, скажем, в Токио, там перерабатывающие предприятия прямо в черте города находятся. Не дымят, извините за мавитон, не воняют, людям жизнь не портят, понимаете, и экологию не разрушают. Вот если мы будем использовать новейшие технологии, а именно так мы и собираемся делать, тогда никаких проблем не должно возникнуть. Разумеется, прозвучал на пресс-конференции вопрос, связанный со здравоохранением. До сих пор во многих регионах врачи получают мизерную зарплату. У главврача может быть одна зарплата, у рядовых врачей совсем другая. И первое, что надо сделать, надо избавиться от этой несправедливой дифференциации. Раз. Теперь нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах у нас разнится от 30 до 50 процентов. Нужно сделать ее единый подход по всей стране. Так же, как нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам. Как и обычно, среди аккредитованных журналистов было немало представителей зарубежных стран. США, Китая, Украина, Япония. Естественно, их интересовали вопросы внешней политики России. Однако, в основном, речь шла о внутренних делах. Говорилось о национальных проектах. В некоторых регионах их выполнение, что называется, буксует. Из 38 целей, которые на этот год планировались, 26 мы считаем реализованными задач, 12 не реализованы. Но по такому важнейшему направлению, скажем, как расселение аварийного жилья, мы не просто выполнили эту задачу на текущий год, превысили в три раза. Поэтому, в целом, ситуация нормальная, под контролем. Как показывает практика, большая часть вопросов была задана журналистами региональных изданий, поскольку у них меньше возможностей спросить президента о наболевшем, чем у представителей кремлевского пола. Павел Берсенев, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Готовятся к Новому году и новому летнему сезону. Уже известно, чем детские оздоровительные центры Магнитогорского металлургического комбината порадуют отдыхающих летом 2020 года. В лагере горные ущелья приступили к реконструкции бассейна. Ожидается, что модернизированный объект станет аналогом термальных ванн. На стройке побывала Елена Тимофеева. Около 20 лет в этот бассейн не набирали воду, в нем не плавали дети. Идея возродить объект родилась одновременно и у руководства ММК, и у ребят, отдыхающих в его лагерях. На традиционной профсоюзной смене активисты горного ущелья защитили проект бассейна и получили одобрение. К реконструкции стоимостью почти 7 миллионов рублей приступили в начале сентября. Здесь будет проведена полная замена оборудования по фильтрации воды, по водоподготовке. Также будет проведена реконструкция самой чаши бассейна. Установлено специальное покрытие пластиковое. Ну и, как вы видите, уже сейчас идут работы по монтажу технических помещений. Фишка нового бассейна – объект будет располагаться под открытым небом. Однако тут факт, что уральское лето переменчиво, проектировщики все-таки учли. Вода в чаше будет подогреваться, словно это термальные ванны, а рядом с раздевалками предусмотрены теплые помещения. Две комнаты обогрева для мальчиков и девочек, для того, чтобы в летний период, в холодную погоду, они могли зайти и погреться. Проходите. Осень и теплое начало зимы позволили подрядчикам успеть многое. Здесь полностью обновили коммуникации, залили бетонное основание. Чтобы приступить к работам по водоподготовке, нужно дожидаться весны. Материалы будут самые качественные. Это будет керамогранит, это будет плитка настенная в санузлах и в душевых кабинках. И будет применяться, особенно в комнатах раздевалки, современный профлист 3D-нанесения. Будет с эффектом дерева, будет очень уютно и достаточно красиво будет. Заглянуть в будущее и увидеть, каким станет этот бассейн, помогает проект. Современный дизайн, перекликающийся со стилистикой металлургического гиганта. Большой праздник летом 2020-го придет не только в горное ущелье. Лагерю «Уральские зори» руководством ММК выделены полтора миллиона рублей для строительства велодрома. Второй проект, который победил на профсоюзной смене, это был проект велодрома в Уральских зарях. Можно сказать, что на 80% сейчас уже оборудование для этого велодрома у нас есть. И буквально если мы с вами весной встретимся, вы посмотрите работы, которые, потому что там дорожки уже проложены, но у нас остался в принципе только монтаж. Каждое лето в загородных детских центрах и комбината отдыхают 1660 ребят. Социальная направленность металлургического гиганта известна далеко за пределами Челябинской области. Учитывая этот факт, представители детского оздоровительно-образовательного комплекса ММК отмечают, бассейн и велодром не единственные сюрпризы, которые ожидают ребят будущим летом. Благотворительный этап конкурса «Жемчужина-2020» состоялся накануне. Его участницы посетили Магнитогорский социально-реабилитационный центр и подарили детям встречу с настоящей сказкой. К ребятам пришли герои любимых мультфильмов, а также звездные гости. Подробнее о событии расскажет Евгения Солохуддинова. Новогоднее настроение посетило воспитанников социально-реабилитационного центра за две недели до наступления праздников. Эту встречу со сказкой для ребят организовали фонд «Я – женщина» по ММК и участницы традиционного конкурса «Красоты и жемчужина-2020». С фондом «Я – женщина», которого возглавляет депутат городского собрания Марина Сергеева, нас связывает долголетняя и плодотворная дружба. На данный момент в стенах учреждения проходят мероприятия детские с участием конкурсанток. Дети всегда с нетерпением ждут участниц этого конкурса, с удовольствием с ними общаются. Всегда им рады, так же, как и мы. В этом году в конкурсе «Жемчужина» 24 участницы. Претендентки на победу должны будут пройти несколько этапов на пути к финалу. Благотворительный – основной из них. Нам повезло, у нас в этом году участницы и ведущие, и сами являются героинями разных проектов, банщицы, спортсменки, чемпионки. И такие активные, но, естественно, для них было сложно в сегодняшнем мероприятии, потому что чуждо понимание того, как ребенок может остаться под новогодние праздники один. Поэтому с удовольствием пришли и подарят частичку тепла своего сегодня. Тема конкурса «Жемчужина-2020» героическая. 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Поэтому на каждом этапе идет своеобразная отсылка к различным героям. На этот раз из мира спорта. Одного из гостей встречи организаторы представили ребятам как настоящего бойца за кубки и медали. Защитник хоккейной команды «Металлург» Егор Яковлев подарил детям сладкие подарки и ответил на многочисленные вопросы юных болельщиков. Что бы вы пожелали детям, которые хотят тоже многого добиться, каких-то целей определенных? В первую очередь, наверное, этим детям хотелось бы пожелать семейного счастья, тепла. Если это будет, у них будет спокойствие на душе, они смогут сразу сосредоточиться на каких-то высоких целях, задачах. Некоторые «Жемчужины» в этот день тоже примерили на себя образы героев сказочных. Светлана Негреева выступила в роли ведущей мероприятия. Сложно поверить, что это лучезарная мальвина. Бывший работник правоохранительных органов, майор полиции в отставке. Когда я узнала, чему посвящен этот конкурс, я поняла, что ну а почему бы нет. Как раз вот моя профессия – это героизм действительно и героизм в облике женщины. Потому что женщина в нашей профессии, в полиции, ранее в милиции, это действительно герои женщины, которые работают на этой стезе. В подобном конкурсе участия Светлана принимает впервые, смеется, пришла на проект в качестве мамы, а завершит его уже в статусе бабушки. Меньше месяца назад у нее родился внук. В завершении встречи дети вместе с «Жемчужинами» составили карту желаний. На глянцевых страницах журналов каждый нашел то, о чем мечтает больше всего. Я загадала сережки, ободок, тени. Что наклеил туда? Пабочку, машинку и пароход. Это значит, ты о чем мечтаешь на Новый год? О губике-рубике. Участниц конкурса «Жемчужина-2020» ждет еще немало испытаний. Кулинарный, вокальный этап, мастер-классы по йоге. Финал состоится уже в феврале. И, конечно, дети, которым девушке сегодня подарили праздник, будут за них болеть. Каждый за свою героиню. Евгения Солхудинова, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. И о безопасности детей на дорогах. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям использовать световозвращающие элементы. В экстренной ситуации на дороге светящийся браслет или значок может даже спасти жизнь ребенку. Это особенно актуально в зимний период, когда по утрам и вечерам темно, и видимость на дорогах ограничена. Тему продолжит Юлия Никифорова. Тема использования световозвращающих элементов стала основной на очередном уроке, посвященном правилам безопасности дорожного движения в 3-м А Магнитогорского многопрофильного лицея. ПДД – обязательный аспект современного образования. У нас существует программа по правилам дорожного движения «Светофорик» для детей начальной школы. Очень хорошая программа. Ежемесячно уроки по правилам дорожного движения проходят. Инспектор группы пропаганды правил дорожного движения ГИБДД Нона Гейнс, используя видеоматериалы, очень подробно и понятно рассказала ребятам, где и как необходимо закреплять световозвращатели, чтобы максимально обезопасить себя на дороге в темное время суток. Третьеклассники узнали, что световозвращающие браслеты лучше всего надевать на обе руки, наклейки и значки располагать на нескольких сторонах ранца, чтобы свет от них был заметен отовсюду. Обеспечить своего ребенка такой защитной атрибутикой должен каждый родитель. Световозвращающие элементы бывают двух видов – съемные и несъемные. Съемные световозвращающие элементы в виде брелочков, подвесок, наклеек можно приобрести в магазинах канцелярских товаров. Также рекомендуем родителям при приобретении школьных рюкзаков и верхней одежды отдавать предпочтение изделиям со вшитыми, с специальными встроенными вставками и световозвращающих материалов. 18 декабря в Магнитогорске стартовало профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Госавтоинспекторы планируют в его рамках посетить как можно большее количество образовательных учреждений. Главная цель – напомнить ребятам и их родителям, что зимой светает поздно, отемнеет рано, а следовательно необходимо повышенное внимание на дорогах. Тем более на каникулах, когда дети большую часть времени остаются без присмотра взрослых. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН. К другим темам. Лучшим в своей профессии по итогам месяца стал штабелировщик участка адюстажа сортового цеха по ОММК Сергей Некрасов. Что входит в его обязанности и как отзываются о Сергее его коллеги, узнала наша съемочная группа. О работе на комбинате даже не задумывался. Так говорит Сергей о времени, когда ему пришла пора выбирать профессию. В 1997 году, после окончания 9 класса, 61 школы, он решил, что будет водителем грузового автомобиля. С друзьями собрались одноклассники. Полкласса пошли сразу туда, в училище. Я пошел. Получив в 104 училище корочки механика-водителя, Сергей понял, что связывать жизнь с баранкой не будет. И 2001 год стал началом отсчета его трудовой биографии на градообразующем предприятии. Я сначала отучился на машиниста крана. Работал здесь 10 лет машинистом крана. Потом вот перешел вниз штабелировщиком. Сергей Некрасов принимает металл со стана 370 и дает команду машинистам кранов либо на погрузку его в вагоны, либо на складирование. Формирование штабелей и распределение металлопродукции согласно плану отгрузки тоже забота штабелировщика. Это означает, что я этот вагон размечаю тремя полосами, чтобы машинист крана видел, когда я буду ей давать команду, грузим тремя полосами, потому что металла очень много и размечено по-разному. Давайте 4 пачки уберем вот сюда рядышком, к весам, чтобы чистое место было под прокат. Наташ, туда за штабель положи, туда дальше. Кому ты, чтобы не задавить. Сергей Некрасов всегда спокоен, собран и никогда не подведет. Об этом говорят и коллеги, и начальство. С Сергеем работаю лет 5. Как штабелировщик он очень ответственный. Он всегда все правильно размечает, помогает цеплять металл. Всегда правильно говорит, куда грузить, подсказывает номера вагонов. Сергей Владимирович Некрасов у нас работает в бригаде лет 8, наверное, уже. Зарекомендовал себя с лучшей стороны. То есть, выполняет свои обязанности очень хорошо. Сергей Владимирович Некрасов по итогам месяца признан лучшим в своей профессии. Несомненно, повод для гордости. И в семье у Сергея все в порядке. Сын, дочка и жена. Которая, кстати, трудится машинистом крана также в сортовом цехе, только в другой бригаде. Есть у Сергея и заветная мечта. Чтобы все было, чтобы дети были здоровыми, чтобы родители были здоровыми, чтобы все было хорошо. Андрей Рыжков, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. В Санкт-Петербурге начала свою работу выставка картин известного магнитогорского художника Рашида Софиулина. Местом ее проведения стал выставочный зал Союза художников России, в котором было размещено более 90 полотен живописца. Этой экспозицией коллеги по художественному цеху решили почтить память замечательного художника и человека, чей уход из жизни стал невосполнимой потерей не только для магнитки. Эта экспозиция должна была стать подарком Рашиту Софиулину к его 70-летию. Активный участник городских, областных и всесоюзных вернисажей, собственную персональную выставку он сделал раз в жизни. Но открывать юбилейную экспозицию пришлось посмертно. И именно тогда появилось желание сделать выставку передвижной. Это просто, наверное, я как бы дал обет себе, что Рашид сам не мог устроить своих персональных выставок, таких вот, ввиду своей занятости, педагогической работы. Поэтому я как бы решил все-таки продолжить его мечты, организовывая вот эти выставки. Наверстываю то упущенное, что ему не удалось. Питер стал третьим по счету городом, куда приехала выставка. Затем будут Бобруйск и Казань. Отказа нет нигде. Для Союза художников России Рашид Софиолин фигура знаковая. Его ценили и за талант, и за лидерские качества, благодаря которым и решались многие проблемы, и налаживались дружеские связи, помогающие активно развиваться. Поэтому, например, в Санкт-Петербурге выставку памяти решили разместить в выставочном зале Союза в центре города. Мы, конечно, очень волновались, как встретит питерская публика, творчество Рашида Асхатовича, потому что она, ну, не будем лукавить, она все равно избалованная публика. Но, тем не менее, даже когда мы составляли экспозицию, а вход был свободный, там бесплатные выставки, и проходили люди просто смотрели, чем мы занимаемся, и с таким интересом смотрели на работы, с таким вниманием, и сразу же тут же говорили, как это здорово, как это ему удалось, как смело и как непосредственно он работает. В экспозицию вошло 90 работ Рашида Софиулина, собранных из частных коллекций, друзей и почитателей его художественного дара. Это пейзажи южноуральской природы, архитектурные виды старинных русских городов, а также портреты. Греющие душу они стали своеобразным противовесом к картинам столичных художников, склонным больше к эпатированию публики. Здесь искусство камерное у Рашида, и, наверное, более лирическое, что ли. Преказа, что он пишет на одном дыхании, и настолько сохраняет чистоту вот этих чувств и впечатление от увиденного, что это передается так же эмоционально и самому зрителю. На сегодняшний день очень много просят продать картины. Серьезно? Да, там вот есть художник в большом зале выставился. Да, да? Да. Он увидел домик в Тобольске, он подошел ее, увидел скоро в каталоге, потом подошел и посмотрел на нее в очередь, продай. Я говорю, нет. То, что интерес к выставке действительно большой, подтвердил и директор выставочного зала. На ней уже побывали и преподаватели Художественно-промышленной академии имени Штиглица и представители администрации Санкт-Петербурга. Особую ценность эта экспозиция представляет и для Магнитогорской картинной галереи. Ее искусствоведы надеются, что после окончания этого вояжа часть экспонатов будет передана в их фонды для сохранения творческого наследия художника для потомков. Накануне Нового года островок европейского парфюма «Рафам» ждет ценителей качественных ароматов. Побалуйте себя любимых селективными новинками или шикарной классикой. Локации «Рафам» расположены на втором этаже торгового центра «Континент» и на первом этаже гостиного двора. На второй этаж торгового центра «Континент» ведет не только эскалатор, но еще и тонкий шлейф благородных чарующих ароматов. Их источник – парфюмерный островок «Рафам», предлагающий магнитогорцам окунуться в мир роскоши и стиля. Около 120 всемирно известных и редких ароматов, из которых более половины – селективные. «Рафам» – это французские масла класса «Люкс». Помимо богатого ассортимента, качества и наличия топовых ароматов, есть еще одно ключевое отличие. Вы можете приобрести абсолютно любой объем – от 1 мл. Во-первых, так можно позволить себе насладиться всемирно известным запахом по более чем доступной цене. Во-вторых, можно собрать целую коллекцию ароматов на любой случай. Согласитесь, 5-6 брендовых марок гораздо лучше, чем один большой флакон духов, которые уже приелись и практически вами не ощущаются. Еще один неоспоримый плюс масляного парфюма – его высочайшая концентрация. Каждый аромат – квинтэссенция чувств, взрыв эмоций и ощущений. Если же предпочитаете классический вариант нанесения, «Рафам» предоставляет и такую возможность. «Мы можем нашим покупателям предложить в двух вариантах флакончики. В одном виде приобрести чистое масло, то есть концентрат, либо же развести в виде спрея. То есть концентрация соотношения идет один к одному, то есть 50 на 50. Например, 5 будет само масло, и 5 – парфюмированная вода. Полный объем получается 10 мл. Еще одна уникальная услуга, которой вы можете воспользоваться с помощью «Рафам» – это купажирование, смешивание ароматов. В результате на свет может появиться уникальный только ваш собственный аромат-шедевр. Помимо женских, мужских и унисекс ароматов, «Рафам» предлагает композиции для дома и авто. Я у знакомых услышал очень приятный аромат в машине. Поинтересовался, где как купить. Мне рекомендовали сюда прийти. Действительно, очень шикарный аромат. Единственное, конечно, выбрать непросто. Здесь слишком много всего. Но Валентина мне помогла. Не уверены, сможете ли угадать вкусы своей половинки, выбирайте подарочные сертификаты. Магнитогорцы, подписанные на страницу «Рафам» в Инстаграме, в привилегированном положении. Они получают всевозможные скидки, подарки, участвуют в акциях. Подписывайтесь и вы. Перед Новым годом мы подготовили небольшой подарок для наших покупателей. Мы открываем вторую точку в гостином дворе, первый этаж. Всех наших посетителей ждут подарки, призы. Приходите. Качественная парфюмерия экстра-класса доступна всем. С «Рафам» вы откроете для себя целый мир прекрасных запахов, сможете насладиться ароматами, которые выбирают звезды и знаменитости. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tvdfysyn.ru. Всего вам доброго и до встречи.